Приветствую! В данном видео мы рассмотрим возможность использования услуги eSIM у оператора мобильной связи Киевстар. Да, только сейчас появилась эта возможность. Другие операторы уже осуществили переход на новый уровень сим-карт. И сейчас рассмотрим, каким образом это осуществить у Киевстара. Для этого понадобится нам мобильное приложение. В нем мы сможем активировать эту услугу, то есть перевести свой старый номер, ну вот эту пластиковую сим-карту, на новую электронную сим-карту. Если же вы новый абонент Киевстар, вы можете приобрести этот в магазине через сайт или зайти в магазин в вашем городе и использовать уже просто сразу подключение на eSIM, на некоторых телефонах, которые это поддерживают. Данную услугу поддерживают не все телефоны, только новые телефоны, начиная с XS и новее, и некоторые телефоны новые на Android. Поэтому это уже необходимо посмотреть в настройках телефона. Далее запускаем приложение «Мой Киевстар», после чего мы видим информацию в центре экрана, что ваше устройство поддерживает eSIM. Нажимаем кнопку «Начать» и видим «Заплатите за тариф». Это происходит только в том случае, если у вас не оплачены услуги этого текущего месяца, которым пользуетесь. В данном случае у меня как раз такая ситуация. Мы оплачиваем этот тариф, после чего уже будет возможность переводить номер на eSIM. Эта услуга абсолютно бесплатная. То есть, если у вас все оплачено, вы пользуетесь номером нормально, то никаких окон дополнительных всплывать не будет. Далее показывают обязательные условия, которые необходимо выполнить, чтобы телефон был обязательно в сети Wi-Fi, чтобы не мобильный интернет, потому что как раз сим-карта будет полностью заменена на новую. Поэтому для этого необходимо постоянное подключение к интернету. Когда все эти моменты выполнены, то есть, вы все проверили, все подходит, все работает через Wi-Fi, то мы нажимаем кнопку «Далее» и видим следующую информацию. То есть, в данном случае необходимо получить входящий звонок от оператора «Киевстар». Это будет звонить робот, вам надо будет нажать кнопку, которая соответствует вашему запросу. Вы начали переход на eSIM в приложении «Мой Киевстар». После подтверждения, ваша старая сим-карта будет отключена. Ее данные очищены, а номер автоматически перенесен на eSIM. Если вы не инициировали это действие, нажмите 0. Чтобы подтвердить замену, нажмите 1. Заявка на замену сим-карты на eSIM принята. Отлично. Вот мы подтвердили наш переход на eSIM. В данном случае появляется возможность автоматического всплывающего окна, установка сотового тарифа. Это происходит в айфонах. К сожалению, по андроидам я вам не подскажу. В данном случае это происходит в автоматическом режиме. Нажимаем «Добавить сотовый тариф», выбираем, какую этикетку использовать. В данном случае я использую просто домашний, мобильный, стандартный выбор. Или могу написать «Киевстар». У меня просто разные мобильные операторы, поэтому я пишу «Киевстар». Если у вас один «Киевстар» рабочий, второй «Киевстар» домашний, личный, то вы можете просто подписать их как вам в дом. Итак, выбираем тот номер, который у нас будет по умолчанию. И дальше «iMessage FaceTime» — это в том случае, если вы хотите дополнительно использовать эти функции в вашем айфоне. То есть вы выбираете, какой телефон у вас будет использовать эти функции. Далее выбирайте тот профиль, который будет использоваться мобильным интернетом. Или автоматически, вот как у меня, переключение сотовых данных, где будет лучше покрытие, оттуда будет идти мобильный интернет. Все полностью активировали, проверяем активацию сети, смотрим на антенну, оп, появилось. Для пущей уверенности, чтобы все было у нас уже наверняка, можно еще перейти в телефон, набрать номер оператора, так сказать, по-быстренькому, и послушать, будет ли идти звонок или нет. Звонок пошел, сеть есть, все. Итак, мы полностью воспользовались услугой eSIM от «Киевстар». Спасибо за внимание. Всего доброго.